Почти 900 дней. С 8 сентября 1941 по 27 января 1944 продлилась блокада Ленинграда. 27 января в России отмечается День воинской славы, день снятия блокады города на Неве. Для Игоря Фомича эти события не умещаются в одну дату или несколько страниц в учебниках истории. Бывший летчик, участник снятия КОВ с блокадного Ленинграда. Праздник я бы не назвал. Слово праздник это в моем понятии торжество. А тогда было торжество победы временной. Пробили этот коридор по озеру. Ну и потери же были. Большие потери. 1938 год. Тогда юный Игорь заканчивает 9 класс одной из школ в Ростовской области. Поступает в авиационное училище. Из училища выпускается в статусе военного техника 2-го ранга. А дальше назначение в авиационный полк, что базируется в 30 километрах от Тбилиси. Только вот работа в той эскадрилле длится недолго. Начинается война. Первое задание – полет на Иран, где немцы готовят пятую колонну. Затем – операция под Москвой. Сразу же приказали подвесить бомбы. И рано утром вылетели на бомбометание. Немец захватил Калинин. И вот эти первые дни, 10-15 дней, мы активно участвовали и несли потери. Мы за 15 дней потеряли 10 машин. В январе 42-го перелет на Нарвский фронт. В последующем Игорь Фомич действует в интересах Ленинградского фронта. Вспоминают, что тогда совершали по три вылета за ночь. Летотемное время суток бомбардировщику было безопаснее всего. В январе месяце пробили этот коридор, сняли относительно блокаду. И сразу же, когда закончились эти боевые действия, наш полк переехал в Ярославль. Переехали уже. Там пополнились самолетами и личным составом. И перелетели в Тулу. И в Туле начали готовиться уже к Орловской операции. После битвы на Курской дуге полк нашего героя перелетает в Смоленск. Там наступает небольшое затишье. Всю зиму проводят в лесу без боевых вылетов, вспоминает ветеран. Весной обратно к Ленинграду. И мы сели на аэродром Сиверская. Это недалеко от Ленинграда. И вот там мы участвовали во втором этапе по освобождению уже Нарвы. И отгона немцев за Выборг уже дальше. Исполнили эту операцию. Полк получил звание Выборгский. И в августе месяце улетели на север. Аэродром Африканда. Победу Игорь Фомич встретил в Польше. И вот оно. То самое чувство торжества. Наконец-то. Праздник. Ну, в душе радость была величайшая. Ее, понимаете, точно даже, ну, объяснить очень трудно. Мы узнали о победе уже не 9-го, но вообще у нас день победы 9-го. А 8-го вечером. Ну, выскочили на улицу. И все есть. У нас были пистолеты. Кое у нас оружие. Пистолеты. Из этих пистолетов все боеприпасы, что у нас были, мы выпустили от радости. Ну, может, это немножко нескромно. Я только помню, что я подошел к столбу, на котором тарелка радио была. И передавала марши. Москва уже. На освобождение. И мне почему-то стало грустно. И слезы даже появились. А дальше война в Японии. После военных действий 6 лет службы в Китае. На тот момент Игорь Фомич стал уже майором. Ветеран Великой Отечественной войны скромно отвечает на вопрос о том, сколько у него медалей. Говорит, не считал. Но особо гордится орденом Красной Звезды. У него их два. 21 июля у Игоря Фомича юбилей. Ему исполнится 100 лет. Он счастливый муж, отец, дед и прадед. А самое любимое занятие сейчас – слушать радио. У него целая коллекция приемников. Екатерина Ивановна родом из Московской области. В 1938 году тоже еще училась в школе. Правда, на класс младше, чем Игорь Фомич. После поступает в медицинский колледж. Екатерина Ивановна с гордостью рассказывает нашей съемочной группе и волонтерам, которые пришли навестить ветерана, что училась на отлично. Поэтому тогда еще юную Катю оставляют на малой родине, когда всех остальных после училища распределяют. Катя устраивается в местную больницу. Новость о войне. Застает ее на дежурстве. А в 12 часов объявляет война. И отпуск сразу прекратился мой. И мы первое время немцы уже прилетали к Москве. То бросали зажигалки. Мы дежурили. А уже 18 августа нас уже призвали. Так 18-летняя медсестра попадает на фронт. Вместе с лучшей подругой Надей. Затем один за другим сменяются города и госпитали. Долгопрудная, Орехово-Зуево, Коломна. Часто добираться приходится пешком, стирая ноги в кровь. В Коломне Екатерина впервые сталкивается с жестокостью фашистов. Прилетел немецкий разведчик. А мы с подругой вот с этой, с Надей, за кипятком пошли к вокзалу. Кран был выведен на улицу, а очередь стояла. Как он начал из пулемета гонять? Бомбы там у него не было. Только он разведчик. И по вагонам стрелял, и по перрону. Крик. Мы прибежали в вагон-то. Ну, мы долго собирали раненых. Перевязки кому? Ну, тут военных много все. Организовано было очень все хорошо. Дисциплина была хорошая. После Екатерины Ивановны год принимает раненых в Рыбинском госпитале. Там она обретает еще двух фронтовых подруг. И вместе они просятся на передовую. Отправляются в группу селения в Тихвин под Ленинградом. В Тихвине мы долго стояли. Немец окружил Ленинград. Блокада. К нам раненые поступали с Тинявидовских болот. Вы не представляете, девочки, только кости и кожа у солдат. И гражданские поступали. После снятия блокады медсестра отправляется освобождать Прибалтику. День Победы встречает в 18 километрах от Берлина. Нас в три часа дня по тревоге подняли. Война кончилась. Договор заключили. Подписал Жуков. Война отняла у Екатерины Ивановны многое, включая здоровье, братьев и близкую подругу. Но именно в военное время ей было суждено познакомиться с будущим мужем, с которым прожили 42 счастливых года. Два разных человека – Игорь Фоминч и Екатерина Ивановна. Но оба связаны общим статусом – ветеран. И одной судьбой, имя которой – война. Рината Леулова, Юрий Конихин. Новости Улправды ТВ.